здравствуйте дорогие друзья мы вас приветствуем поселке витязева у нас единственный пляж который можно сейчас близко подъехать на машине это пляж венера на него мы приехали припарковали машину и сегодня приглашаем в путешествие больше 150 метров от берега на затонувший корабль горсовет называется сейчас готовим выгрузки наш сап берем все остальные вещи ксюша уже разминается читайте иногда ваши комментарии то что вы пишете страдает от этого поэтому пишите что-то доброе очень большой сюда у нас входит двадцать третья маршрутка остановочка с левой стороны здесь люди бесплатно паркуются то есть альтернативная покупка принципе здесь организована туда дальше по улице скиска есть сюда хотите приехать здесь кивская славное пересечение отсутствие туалетов приводит вот таким вот загрязнением локальным все в салфетках и в мокрых лужах ради интереса запускаем секундомер так дорогие друзья часы остановились на 5 минут 49 секунд все мы собрались все наши вещи и отправляемся теперь к морю вместе с сапом пустыня жара сегодня 30 чем-то градусов ребята мы замеряли с утра было 30 сейчас я чувствую 33 точно есть пойдемте со мной сапом двигаться не так-то и легко поэтому я думаю что наверное один из лучших вариантов все-таки брать сап в прокат вы пришли взяли час покатались и все ну конечно если вы долго любите ходить по море то тогда свой сап это лучший выбор пока этим сапом довольно на 200 процентов все но благодаря отсеку в котором можно хранить вещи как смотрю окно его особо не использовали еще но сегодня как раз таки на корабле можно будет этим заняться у нас и вещей с собой превеликое множество так время на часах 10 46 сегодня мы еще хотим сделать трансляцию в тайхэку так что надо нам как можно быстрее сейчас у нас ветер с берега небольшой но это довольно таки опасно вдруг нас унесет в турцию еще увидимся на том берегу хотя думаю что все будет хорошо все у нас уже профессиональный водитель сапа так что мы можем спокойно довериться раньше можно было до сюда подъехать с правой стороны эти парковка огромная сейчас там редкие машины стоят сам пляж венера тут есть туалет душ шезлонги развлекательные разные учреждения бункеры картофель free medium с правой стороны продают сюда ходит маршрутка с витязева то есть самый на густонаселенный сейчас пляж который только есть нас на черноморском побережье вот представьте нас сегодня 24 сентября еще все работает шезлонги сдаются да такое у нас было один из лучших сезонов 2023 год по количеству отдыхающих и длительность его долго раскачивался все пошло стоим шезлонга 300 рублей чуть-чуть и подзапыхался качели с левой стороны отжили свой век с правой стороны еще работают тут люди по вытаскивали шезлонги все очень близко берегу но нам вот видите впереди там буйок если разглядите на видео туда надо отправиться что мы сейчас с вами и будем делать но так на пляже просто невероятная красота чистота покой и огромное количество людей фантастика посмотрите какое море чистейшее ой как я по тебе скучал пока шел как же там было жарко все хорошо и прекрасно все можно ставить на сап в общем пляж венера приезжайте по прямой и отправляйтесь в море там должен быть корабль затонувший вот раз мы подготовились основательно видите взяли вот такой вот мешочек он водонепроницаемый и там все вещи лежат которые надо телефон зарядки ключи очень будем надеяться что все будет хорошо надо достать точную температуру посмотреть температура водички 24 и 3 у нас ксю идет чё там воды нет обычной чай и пиво все то пусть а дайте получит английский вот так он ты еще помимо это сейчас целлюлитной попы станешь алкашом главный в битвиза представляешь написали чтобы его помогает от чего все боремся целлит об это лекарство мужики а вы то дист так ребята перед плаванием надо подкрепиться хотя бы водичкой чтоб все было хорошо плохо подготовить просто рано просыпались фотосессия была поэтому не чай с собой не взяли ничего место для хранения просто идеально я восторгаюсь этим сапом благодаря этому то что моего путешествия спокойно можем на нем уходить пошли все насколько уже хорошо чувствую что в одежде вот такие красавцы фантастика третий раз выходим в море да третий раз мы уже профессионалы ребят вот чувствуется ветер с берега пришел сейчас мы вообще будем быстро идти в ту сторону интересно как потом пойдем обратно ты знаешь ты поймешь что зато лучший корабль ты еще не поймешь черное вот все вот это поверхность черное то все на помощь и коробки эти быки черное так вот внизу ты впервые назад на нашем корабле все когда еще не было как вы каком-нибудь быть мужчины вот кто мод смотри к левому желтенького подходить вот он под нами вау интересно видно вам или нет вот он настоящий корабль это мыши вау вот это кадры ну во время войны великое отечественное подбили его смотрите ребята мы чуть-чуть подготовились тут смотрите еще команда до саппорт подходит ребят сидят у них один подводит я уже готов взять вас вы туда ну что давайте попробуем теперь немножко стоит рассказать о самом судне одесский горсовет советский сухогруз принимавший активное участие великой отечественной войне в качестве грузового судна об его истории известно очень мало в основном все сведения были получены дайверами которые часто посещают остров судно и от местных жителей в частности известная дайвером современное название судно произошло от надписи на одном из его спасательных кругов если верить воспоминаниям очевидцев трагедии то судно называлась горсовет порт тропийский одесса в одному из наиболее популярных описание судьбы сухогруза одесский горсовет был построен в начале 1930-х годов являлся обычным рядовым судном с началом великой отечественной войны небольшое по грузоподъемности своим линейным размером облав средства превратились грузовые корабли которые вводили роль снабженцев фронта доставка оружия провизии снаряжения и тыла здесь ключевую позицию занимал вопрос проводстве экипажу одесского горсовета предстояло выполнить не менее ответственное задание которое заключалось перевозки мешков муки голодающим жителям анапы неизвестно сколько успешных рейсов удалось сделать команде этого сравнительно небольшого рабочего судна авария неизвестны и многие другие подробности например дата и время гибели историки ограничиваются формулировкой зима 1941 42 года причина затопления существует две основные версии авианалет и торпедная атака часть экипажа судна после повреждения врагом пересидела непогоду на борту отчасти побыла берегу на шлюпках и подручных срезов при этом ноги их утонули в бурном прибоем со слов сторожилов поселка витязево тела моряков были захоронены в братской могиле на пляже поверх которой из камня была выдвинута пирамида на ней был взлетен спасательный круг судна сохранилась ли эта могила неизвестно современное состояние судном в настоящее время одесский горсовет лежит на уме 56 метров 290 метров от береговой линии поселка витязево ныряльщики могут увидеть сохранившиеся на судне машиноотделения и трюм я как механизм тросовой лебедки настройку палубка настройку полу бака грузовую палубу трехполосный винт и внутреннее перо руля поверхность сухогруза покрыта бодрощими и раковинами им сохранилась внутреннее помещение носового палубка умывальная комната кафельный пол коридора умывальники некоторые двери полностью подсутствует настройки судна и и элементы лежат по правому борту в районе носовых трюмов корпуса в районе носовых трюмов корпус судна сильно поврежден с обоих бортов видимо взрывом торпеды часть корпуса и настройки опутаны рыбацкими сетями само местонахождение судна отмечено небольшим будем расстояние до поверхности воды от высшей точки корабля составляет 0 8 метра теперь хочется поделиться своими эмоциями после того как я вам прочитал историческую справку погружаясь туда на дно ты конечно ощущаешь вот всю эту мощь корабля и только насколько оружие уничтожает все построенное человеком дай бог чтобы великая отечественная война никогда не повторилась и это наше время очень сильно актуально поэтому я решил что стоит показать именно этот корабль в последние дни летом уже бы возможно в этом году вы не приедете а в следующем и забудете о том что такая достопримечательность у нас в принципе существует но при этом вы можете увидеть какая мощь была просто поставлена на дне одним там торпедированием парень который на лодке проплывал он рассказывал историю о том что этот корабль попал именно под обстрел и в трюм попала одна из мин и взорвалась раз таки изнутри поэтому такие сильные разрушения хотелось бы также сказать что животный мир который обосновался на этом корабле просто невероятен огромное количество рыб я кого только там не встретила даже всех названий этих наших обморских обитающих не знаю вот даже сейчас на кадрах вы видите целой стаи рыб отплывают меня у кефали пеленгаса видел черненьких полосатых рыбок вот как будто где-то на красном море ныряйте поэтому там очень интересно с маской когда идет большой поток туристов вот они настолько прозрачная конечно разглядеть все гораздо сложнее но нам сегодня повезло и вы можете увидеть все эти кадры невероятной мощи этого корабля которые сохранились еще не думаю на долгие годы порадуют тех людей кто любит вот такие подводные приключения вы как видите у меня только маска ласты в принципе ну и сап я сюда приплывал ранее просто маска трубка ласты и все то есть сейчас же уже более легкий доступ из этого сил было больше поэтому я легко оплыл весь корабль и смог заснять такие невероятные кадры которые вы наблюдаете на экране но теперь об эмоциях именно в тот момент когда я там находился обратите внимание где я сейчас и где находится с другими ребятами на сапах то есть получается оттуда идет старт вот здесь я могу сидеть вот на этой липучкой называют там или еще что-то на корме на самый то есть могу сидеть и прям если стану мне здесь будет чуть выше по колено то есть как он огромный корабль невероятные ощущения того что мы сегодня с вами сейчас здесь испытали сюда уже везут экскурсию на затонувший корабль я прям по-другому на него взглянул потому что сейчас пришли не испытав никаких сложностей покорили эти глубины и продолжаем дальше с вами осматривать остров судно здесь очень много раковин очень много и на земле как бы пустых уже и на судне можете увидеть на все покрыто медиа здесь у нас как раз таки рулевое управление может быть как раз таки вот это и относилась к нему это задняя часть судна представьте как его разорвало то есть даже борта посносила местами поднырнуть удавалось практически везде очень понравилось мне это путешествие видите да как будто где-то даже не у нас это все происходит в каких-то фильмах там мужаки в кусту рыбки плавают корабли затоплены но к сожалению это наша история которую надо помнить и рассказывать своим детям о том что все это рядом все это было и здесь погибали наши люди для того чтобы мы с вами жили и над нами было мирное небо как это важно повторюсь еще раз сейчас можно заплыть вот вовнутрь помещений видно лестнице это из трюма вверх они были также вот так проплывал мимо постоянно задумался том не дай бог конечно за что-нибудь это зацеплюсь и тут останусь но бог миловал все было хорошо трагедия чуть дальше происходило большому сожалению сегодня но не об этом сейчас посмотрите какие кадры везде ракушки причем в огромных количествах поэтому забирать отсюда их не стоит как бы мидии есть мы в детстве это делали сейчас приходит понимание что лучше бы мы этого не делали больше бы рыбки было больше бы всяких морских жителей то есть здесь вообще свой собственный азис образовался именно жизни которая происходит вокруг этого корабля благодаря тому что на песке у нас ничего не задерживается и не так много рыбы у нее нет укрытия корабль стал для них своеобразным домом и они здесь существуют так сказать симбиозе и для того чтобы могли прийти и своими глазками это все посмотреть невероятные кадры вот сейчас пересматриваю вместе с вами когда озвучивают данный видеосюжет и поражаюсь конечно масштаба этого судна очень красиво прямо без слов я получил сегодня восхитительные эмоции потому что разглядела с другой стороны совершенно найти вроде бы конец судна бац еще это щели там еще одно помещение то есть она еще частично засосалась в песок и останется здесь то полного своего разрушения пока коррозия конечно его не доест в общем такое место в которое я думаю обязательно надо съездить побывать и послушать ту историю которая рассказывает ребята там на лодочке ну либо поставить этот видео сюжет для своих близких рассказать что здесь и как то есть машите ручкой здрасьте что клево экскурсии на вот этой лодочке то есть они приехали сюда и не провели экскурсию рассказали обо всем что приширтовались это пойму те у кого есть желание смогут искупаться и помогать вот как мы посмотреть на корабль а там еще очень много мидии и можно на халяву ловить ну по идее да сейчас разрешение вроде есть и ребят если вы знаете можно сейчас не делаете или нет напишите обязательно в комментарии будет интересно вау вода попала подожди я боюсь воды я боюсь масок я корабля еще толком не рассмотрела ну ладно смотришь на плавание аж завораживает там люди тоже из масочки выдали вода теплючая абсолютно верно с той стороны доносится на вид конечно в суши че фантастика ребят просто я на солнышке вижу и ушами все вижу вот кстати видите парень стоит на той как это вещи которые стал говорят что вроде бы там пушка ну наверно нет погибло говорят несколько человек к сожалению царство небесное морякам отдавших свою жизнь это был сухогруз он не военный что он привозил какие-то грузы там еще что то то есть но корабль очень-очень-очень большущие лежит прям витязь его возможно приезжали здесь купались даже не знали об этом детстве мы на этот корабль ходили ребятки прям просто на второй миле не настолько далеко от берега метров на на 60 ближе берег был и мы прям легко до него доплывали собирали мидии очень много с него там мешок буквально и тарабанили домой там и готовили кушали вот так он был берег стал конечно ужин в большом то же время соответственно корабль отменился дальше все подходят ребята сам кричат и ветер кстати поменялся нас уносила мой теперь обратно берегу немного да а ты глубоко не нырялась и там еще глубже там еще большие рыбы есть глубоко я боюсь нырять почему хотят к смешной тебе остаток от к в общем ты довольна такой экскурсии как виды добрый день разглядели что-нибудь красиво в море как вам все экскурсия понравилось на лодочке конечно получить виды корабля вот глазами просто камера все равно не передаст красиво рыбки со всех только рыбы давно уже не видел наше море прям невероятно вода меняется с водой приходит с глубины вылазит фантастика пакин сколько интересных мест у нас да просто которых надо знать нас где-то еще один есть корабль затонувший там говорят подольше плыть до него но тоже он как бы лежит так что можно стоять на дому стриму в общем ребятки советую лучше всего конечно воспользоваться лодочкой потому что все таки в море быть опасно тут вас контролирует и вас привезут расскажут о все в этом корабле и отвезут обратно поэтому наверное это даже будет веселее а лодочка соломенной крыши по всем побережью нас возят экскурсии а а а а а а Субтитры сделал DimaTorzok Я думаю, что мы великолепно вам показали вообще корабль, ну и сами посмотрели, кайфанули, в море в открытом побывали, далеко от берега, хотя отсюда сидишь вроде бы не так уже далеко, начинаешь привыкать к таким расстояниям. В общем, есть возможность, советую, приходите, вот особенно встреча с Корниротом, нас вообще прям вау, вот так вот образило. Ну, мидии не советовало бы срывать, потому что чем больше мидии, тем больше рыбы здесь будет, они их поедают, поэтому оставляйте, как говорится. Но сейчас мы отправляемся, отправляемся уже в обратный путь. Парки на сапах. Закадровый смех. Не переверни. Это то, что в кадр попадает. Ты, да? Ты звезда. Ну что, девочка, у вас подвески? Неустойчивая у вас. Заканчиваем мы, конечно, вот так трагические катания сегодня на сапе. Я не знаю, попал там на камеру или нет, в общем, человек катался на сапе, тоже упал. Ну, он в любом случае, понимаешь, это трагедия, то, что произошло, потому что уже, ну, вот я, допустим, волнение, шок у всех, и человек даже сейчас еще не пришел в адекват, он очень долго не дышал. Самое главное, что получилось, спасти, благодаря тому, что на пляже были медики, и им прям почет, уважение, спасибо. Вот ребятам, которые пришли, правильные действия сделали, все хорошо. Не первый раз, получается, участвовал в спасении человека. Рад, что подсказывал правильно все. И самое важное, хочу обратиться ко всем, кто когда видит, что погибает человек, звоните 112 в скорую. А 112, хочу сказать, сразу отправляйте в скорую, потом постепенно выясняйте какие-то там вам нужные обстоятельства. Потому что это прям очень грустно и печально все звучало. Вообще, трубку бросили. Вот так вот это происходит. Сейчас его уже от берега отнесли туда подальше. Надеюсь, что скорая приедет вообще. Уже временно на минут 20 прошло, и до сих пор ни одного медика нет. Поэтому очень важно, чтобы медики были на пляже. Посмотрите на море. Нет волнения, штиль, ветра нет. Просто стечение обстоятельств. Человек как-то упал неудачно, испуг или еще что-нибудь, и захлебнулся. Буквально секунды, и нету жизни. Поэтому всегда цените ее. Хорошо, что рядом был с ним его брат. Он его схватил. Я, честно, вообще сначала не понял, что происходит. Но потом вспомнил все то, что я видел раньше. Потому что не кричат те люди, которые тонут. Они захлебываются, и у них нет возможности кричать. И побежал уже помогать, подсказывать, что делать. Слава Богу, что человеку удалось спасти. Это невероятное счастье, потому что я впервые вижу. В принципе, нет. Один раз я женщину сам вытащил, она задышала. Но вот именно когда людей вытаскивают, так долго тачат из воды, то впервые вижу, что человека удалось откачать. Самое главное, будьте аккуратны, берегите себя. Хотя это несчастный случай, я больше скажу, что никто не застрахован. Даже на море можно приехать и вот так вот на гладкой воде утонуть. Ладно, всем всего светлого и ясного, ребята. Надеюсь, что экскурсия вам тоже понравилась. Все было хорошо. Простите, что вот на такой трагической ноте, в принципе, заканчиваем. Но она даже, наверное, больше позитивная в том, что человеку удалось спасти. От души всем. До свидания.